МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. Сегодня в выпуске. Большие проблемы малых городов в АллатРе обсудили социально-экономическое развитие за первое полугодие. В память об односельчанах мемориальный комплекс в Яншихово-Нарваши приобрел новый облик. Лучшая многодетная семья живет в Новочебоксарске. Ананьевы победили в одной из номинаций во всероссийском конкурсе «Семья года». Лучшая многодетная семья страны живет в Новочебоксарске. Ананьевы стали одним из победителей всероссийского конкурса «Семья года». С большим семейством познакомилась наша съемочная группа. Работаем, работаем. Левая нога. Левая. Тренировки на поле несколько раз в неделю. Под руководством папы Анатолия сыновья занимаются футболом. В «Семье» Наневых спорт занимает особое место. Именно благодаря ему будущие супруги и познакомились. Она занималась легкой атлетикой, я боксом. Мы познакомились, проходя медицинский осмотр в спортивном диспансере. Это было в 95-м году. И вот с тех пор, не расставаясь, с супругой мы постоянно выделяем, особенно когда хорошая погода. Три раза в недельку я ей составляю компанию. Мы с ней можем пробежаться в рощи. Если не роща, езда на велосипеде, велопрогулке, детей подключаем. Любовь к спорту проснулась и в самом младшем сыне, 11-месячном Савве. Удары пока отрабатывает дома. Забей, парень. Ой, молодец, другой пинай. Опа, хорошо. Мужская половина за спорт, женская за уют в доме. В помощь маме Марине две дочки, Таня и Тоня. Сегодня они вместе приготовили торт с малиной. Отведать десерт собралась вся семья. Все делать вместе. Главное правило Наневых. Дружно работают по хозяйству, выезжают на природу, участвуют в мероприятиях. В 2018-м они стали победителями муниципального республиканского этапа конкурса «Семья года». Недавно список пополнился всероссийской наградой. Победить, конечно, хотели. Я считаю, что... Мы чувствуем, что мы достойны. Семья. И можем составить конкуренцию. Но там уже, как Бог даст, как жюри определит. А так, в принципе, мы, наверное, доказали всей своей жизнью на данный момент. Когда мы прожили с женой, что порядочный, любим своих детишек, воспитываем. Они у нас, я надеюсь, двигаются в правильном направлении. Признание нашей семьи, то, что вот мы старались, мы живем ради детей. Супруги признались, что такое отношение к браку и семье привели им родители. Главное богатство – это то, что не купишь в магазине. Это радость, которую приносят дети. И я это видел на протяжении каждого дня в своей семье. И у меня ни тени сомнений не было, когда мне супруга говорила, что подарит мне нового малыша. Мы это с великой радостью воспринимали. Потому что дети – это самое главное богатство. Татьяна Леонтьева, Олеся Русакова, Павел Редков, Республика. За должность за поставленный природный газ в Алатыре снизилась на треть. На погашение долгов муниципалитету выделили субсидии из республиканского бюджета. Платежная дисциплина, сокращение неэффективных расходов и реализация национальных проектов – ключевые темы расширенного совещания с активом города. Подробности у Дмитрия Ковалева. В статусе главы администрации города Владимир Степанов работает третью неделю. И уже успел изучить состояние дел. Первостепенная задача – сократить долги за услуги ЖКХ. Более 90 миллионов рублей необходимо заплатить только за потребленный газ. Проблема должна решиться до отопительного сезона. Над этими проблемами мы работаем. И буквально завтра выезжаем на совещание в Межрегионгаз. Для того, чтобы каким-то образом отрегулировать эти вопросы. Вывести жилищно-коммунальный комплекс на работу без убытков. Такую задачу перед местными властями поставил председатель Кабмина Республики. У вас, кстати, один упаковок КТС, один из самых хороших коллективов. Он может послалить лучше, чем Нарочубин, лучше, чем Макалыш, КТС и так далее. Нужно смотреть, опять же, экономить предприятие, с чем это связано. Да, пять лет назад, когда вы выплачивали резиновые платежи, не умолкнули еще. Вы перестали платить третий на выплатежи, чтобы выплатить. О чем вы говорили. Мы говорили за счет этого. Это организация, где-нибудь, как это шло. А ситуация в экономическом времени улучшается. Мне кажется, здесь надо заняться новому уголовину. Нарочным вопросом. Навести дисциплину с платежами необходимо и предпринимателям. Только на Алатарском заводе низкотемпературных холодильников в долги по заработной плате превышают 15 миллионов. Для их погашения конкурсный управляющий выставил на торги имущество. Но большинство предприятий города развиваются стабильно и реализуют инвестиционные проекты. В этом году предприятие и малый бизнес на свое развитие более 200 миллионов на реорганизацию затратили. Я думаю, что, конечно, будет развиваться. Есть определенные достижения. Это в области строительства дорог, дворовых территорий. Необходимо, необходимо любить свой город, ценить его, любить граждан этого города. И тогда у нас все получится. Премьер-министр отметил, что инициативы муниципалитета в правительстве региона готовы поддержать. Городские власти должны предоставлять качественные проекты. Сегодня здесь у муниципалитета есть определенные недоработки. Мы это видим, отсутствие его в целом ряде федеральных и республиканских стран. И уже на протяжении 2018-2019 года со стороны республики оказывается дополнительная финансовая помощь, чтобы сбалансировать бюджет города АллатРа. За профессиональные успехи, благодарности и дипломы госнаграды горожанам вручат и в предстоящий праздник. 3 августа отметят 467-ю годовщину АллатРа. Дмитрий Ковалев, Борис Андреев, Республика. Новочебоксарский долгострой по улице Южная наконец-то введен в эксплуатацию. Строительство этого дома началось еще пять лет назад. Работы были приостановлены из-за финансовых трудностей подрядчиков компании Алза. К решению проблемы обманутых дольщиков подключились Новочебоксарская прокуратура, администрации города и Министерство строительства республики. Работы были продолжены только в феврале этого года. Последняя проверка показала, что все нарушения, выявленные при возведении дома, были устранены. После того, как объект поставят на кадастровый учет, дольщикам вручат ключи от квартир. Новый способ мошенничества, письма с просьбой о ходатайствовании материальной помощи стали поступать к руководителям предприятий республики. Адресаты в основном директора промышленного и агропромышленного комплекса. Отправителем писем значится Министерство сельского хозяйства Чувашии. Вот только само ведомство таких просьб не отправляло. Мы хотим вам заявить официально о том, что никакие письма такого рода в адрес руководителей предприятий республики, Министерством Чувашской республики, сельского хозяйства не направлялись. И указанные подписи, они с нашей точки зрения являются поддельными. В связи с этим мы обратились в правоохранительные органы с заявлением о привлечении неустановленных лиц к уголовной ответственности. Мы усматриваем в их действиях мошеннический способ завладения чужим имуществом. В связи с этим Министерство сельского хозяйства обращается к руководителям предприятий республики с просьбой быть бдительными в случае поступления данных писем, незамедлительно сообщать об этом правоохранительные органы Чувашской республики, в том числе и информировать нас, Министерство сельского хозяйства Чувашской республики, чтобы мы могли принять соответствующие меры. Внимание! Розыск! Следственное управление Следственного комитета России по Чуваше обращается к жителям республики с просьбой о помощи. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения жителя города Чебоксары Одинцова Николая Никоноровича. 1 января 1968 года рождения. 16 июля этого года он ушел из дома и не вернулся до настоящего времени, о его местонахождении ничего не известно. Приметы Одинцова. Рост 176 сантиметров, плотного телосложения, волосы светло-русые, сединой, глаза голубые. Был одеть в джинсы синего цвета, черную футболку, светлые ботинки. Если вам известно что-либо о местонахождении Одинцова Николая Никоноровича, просим сообщить по телефонам, которые вы видите на экране. Никто не забыт, ничто не забыто. Мемориальный комплекс с павшим воином в селе Яншихово-Нарваши Янтиковского района появился благодаря стараниям жителей села. Возвели его рядом со старым памятником, который стоял с 1965 года. А еще благоустроили территорию вокруг. Почти 600 жителей отправились защищать рубежи Родины в годы Великой Отечественной. 350 не вернулись. Да и остальные ветераны потихоньку ушли из жизни. Но односельчане берегут память каждого из них. Этот комплекс, раньше там были имена тех, которые только погибли на войне. А сейчас на этот комплекс всех включили. Тех даже, которые служили, на войне были, потом привернулись и умерли в деревне. Уже после войны. В 2018 году по республиканской программе комплексного обустройства сельских населенных пунктов на ремонт сквера из бюджета республики выделили почти 1 миллион 400 тысяч рублей. Одна из главных задач – сделать так, чтобы территорию комплекса не подтапливало во время паводка. Это благоустройство всей территории. Установка брусчатки, бордюров, система отвода воды, дренаж, озеленений, газон, посадка кустарников и однолетних растений. Большой вклад в обновление комплекса внесли жители села. Гранитную плиту с именами сельчан-ветеранов жители заказали сами на свои средства. А это 150 тысяч рублей. Сельчане оплатили перевоз из Алатаря и установку на территорию комплекса боевого в прошлом оружия. А в скором времени здесь появится стела в форме эмблемы воздушно-десантных войск. Инициаторы – тоже жители. Ольга Алексеева, Алина Сусметова, Валерий Резюков, Республика. Чебоксара на холсте в 2 метра – совместное творчество сразу нескольких художников. Панорамную картину создавали участники международного пленера «Чебоксары. Жемчужина на Волге». Одновременно с этим живописцы давали мастер-классы для начинающих художников Чувашии. Там столько рефлексов, столько оттенков и теплого, и холодного. На полотнах – неповторимые образы города на Волге. На берегах этой реки еще в 19 веке черпали вдохновение Илья Репин, Федор Васильев, Исаак Левита и другие маститые художники. И по сей день эти пейзажи вдохновляют мастеров, не говоря уж о подрастающей смене. Он рисует, например, другими материалами, поэтому мне это интереснее. Больше как-то узнаю, как рисовать. Больше узнаю, как правильно, может, что-то строить, с чего начинать. Успенские соборы рисуют ребята постарше. Самые юные на листах изображают сердце Чебоксар, залив и открывающиеся с него виды на узнаваемые достопримечательности. Это цветочки у тебя, да или что? Хорошо. У каждого художника своя манера, свое видение и свой почерк. Соединить на одном холсте творческие взгляды получилось у нескольких мастеров кисти. Каждый писал свою часть общего панорамного пейзажа. Художники иногда, знаете, много говорят без слов. У нас ведь слова, что это краски, которые здесь выдавлены, да, цвет, тон. Вот для нас это самое главное слово, самое главное средство выражения всех тех наших мыслей и тех наших переживаний, которые нас волнуют. Все картины – это подарок городу к юбилею. Большинство работ передадут в дар музеям и школам искусств. Они украсят экспозиции и выставки. И мы планируем сделать большую открытую выставку, которая изначально, вот, то есть по окончанию пленера будет размещаться на Московской набережной, а затем она уже будет размещаться в ряде учреждений. И, соответственно, вход бесплатный, поэтому каждый сможет посетить и посмотреть эти работы. Художники, приехавшие на международный пленер Чебоксара «Жемчужина» на Волге, будут работать здесь еще несколько дней. Впереди у горожан знакомство с их новыми работами. В республике подведены итоги регионального этапа окружного фестиваля «Театральное при Волжье». Лучшие детские и студенческие коллективы показали яркие и необычные театральные постановки. В результате жюри выбрало два спектакля, которые будут отстаивать честь Чувашии на окружном уровне. Победителем в категории «Студенческие театральные коллективы» стал межвузовский студенческий театр «Чего» имени Ульянова «Абрикосовый сад». С постановкой «Мой дедушка был вишней». Режиссер Дмитрий Миронов. В центре внимания жизнь обычной итальянской семьи с ее проблемами и желанием решить их. Главные герои – дедушка и внук. Один мудр и знает мир, другой – в начале жизненного пути и только начинает различать добро и зло. Приготовим апельсиновый сок! Какой сок? А еще включим музыку! Какой сок, папа! В номинации «Школьные театральные коллективы и детские театральные студии» лучшей стала студия студенческого искусства Чебоксарского лицея номер 4 с постановкой «Наброски судьбы». Победители представят нашу республику на окружном этапе фестиваля «Театральные Приволжья», который пройдет с 1 августа по 31 октября этого года. Напомним, постановки театров финалистов из всех регионов Приволжского федерального округа будут транслироваться по национальному телевидению «Чувашия» в ноябре. Ты должен сделать последний шаг. Такой была эта среда. А я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова